Поговорим об оперативной обстановке. И начинаем с ночи. Ночь прошла очень неспокойно. 36 дронов враг применил, атакуя нашу страну, типа Шахет-136-131. Силы и средства противовоздушной обороны ввели борьбу с этими дронами. И в результате этой борьбы наша противовоздушная оборона уничтожила 22 дрона из 36. К сожалению, сегодня вот такой вот процент сбития. Но тем не менее, большая часть, две трети этих дронов, этой ночью были сбиты. Далее, линия фронта. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 79 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных, 64 авиационных и 93 обстрела из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые как среди гражданского населения, так и среди военных. Мы, да, в результате этих ударов, к сожалению, мы несем потери. Также повреждения получили как жилой фонд, так и другие объекты гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки авиационные удары вражеская авиация наносила в основном в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь расистских захватчиков попало около 150 населенных пунктов. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. И далее мы пройдемся по оперативным направлениям. И начинаем мы, как обычно, с зоны ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. Это Волынское и Полесское направления. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема. А вот на Северском и Слобожанском направлениях тут обстановка поменялась. И теперь здесь ведутся активные боевые действия. И активные боевые действия ведутся на территории врага. Российские освободительные силы в составе Легиона Свобода России, Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона ведут боевые действия по освобождению территории Российской Федерации от путинского режима, от тоталитарного режима. Действия идут очень активно. Они контролируют несколько населенных пунктов. Мы вчера с вами об этом говорили. Далее идут боестолкновениями с регулярными частями российской армии. Причем, как выяснилось, что эти части состоят в основном из срочников. Есть уже, кстати, есть уже видео, есть примеры. Но срочники не готовы к такому активному или к таким серьезным боевым действиям. И они выбрасывают белый флаг. Есть уже видео, как они, не выдерживая натиска боевых действий, они сдаются. Росгвардия предпочитает просто свалить с позиций, сняться и уйти. Выставляются уже блокпосты на контролируемых российскими освободительными силами территориях. Было записано второе обращение от совместной этих трех подразделений. И они призывают жителей Курской и Белгородской области эвакуироваться. Ситуация, кстати, складывается стандартно, как в Российской Федерации. Я даже не сомневался. Местные власти фактически запретили эвакуацию, препятствуют эвакуации граждан. И пытаются прикрыться ими как живым щитом. Я напомню слова Путина, когда Путин говорил, мы же поставим впереди женщин и детей, а сами станем сзади. И вот точно то же самое сейчас делают. В Белгороде закрыт автовокзал, уехать ни в каком направлении невозможно. Только такси или личный транспорт. А угроза канонада в Белгороде слышна очень сильно. И в административные здания, в здание ФСБ в Белгороде прилетело повреждено здание судмедэкспертизы управления. Поэтому бойцы этих подразделений еще раз обратились к жителям, чтобы они эвакуировались вглубь страны, дабы не подвергать свою жизнь и здоровье риском быть раненым или, не дай бог, быть убитым. Они пришли освобождать. Они проводят специальную военную операцию. Поэтому их не надо бояться. Надо держаться в безопасном месте. А дальше слушать, что они говорят. Вот такая вот ситуация. Как она будет развиваться дальше, мы посмотрим. Есть данные о том, что рашистское командование, то есть генеральный штаб отреагировал на эту ситуацию, несмотря на то, что внешне все докладывают, что всех перебили, всех диверсантов, всю их технику пожгли. Там сотни уже убитых диверсантов, которые пытались прорваться через границу. Это все брехня. Бои идут. Местные жители все это прекрасно слышат и видят. Как идут бои. Ну и Генштаб Рашистской Федерации подтягивает резервы. И с глубины страны, с фронта, я так понял, решили ничего не снимать. Наша разведка не дает таких данных. А вот из глубины страны все, что, видимо, есть на учебных центрах, сейчас снимаются и будут подтягивать сюда, в Курскую и Белгородскую область. Так что посмотрим. С 17-го числа выборы. И фактически в этих регионах, я думаю, что выборы проводиться уже не будут. Кто в Белгороде или в Курске пойдет голосовать, я думаю, что основная масса все-таки уедет из этих мест. Так что считайте, что в двух областях выборы уже сорваны. И их легитимность, она уже под огромным вопросом. Ну, она и так под вопросом в связи с тем, что Рашистское командование хочет проводить выборы и на оккупированных территориях. Об этом и там идет полным ходом подготовка к их проведению. Хотя наше партизанское движение старается этому максимально помешать. Особенно в борьбе с коллаборантами, с предателями. Итак, далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И это, ну уже нельзя сказать, что это начало линии фронта. Потому как фронт, видите, уже слобожанское и северское направления, это тоже фронт, но внутренний фронт Рашистской Федерации. Внутренний. И это там нет ни одного военнослужащего вооруженных сил Украины или сил обороны Украины. Там все граждане Российской Федерации. Ну а мы идем в Хортица. Зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И начинается она с Купинского направления. Здесь наши воины отражают атаки противника. Их было четыре на протяжении суток. Основные усилия враг прилагал в районе населенного пункта Табаевка и Стельмаховка, пытаясь продавить нашу оборону. Все четыре атаки врага были отбиты. Враг не добился успеха, понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее у нас с вами идет Лиманское направление. Тут наши воины отражали атаки в районе населенных пунктов Белогоровка, Терны, Ямполевка и Верхнекаменская. 11 раз противник пытался атаковать наши позиции. К сожалению, возле Тернова и Ямполевки расисты проявляют значительные усилия для продвижения в сторону данных населенных пунктов. И они имели частичный успех в восточнее населенного пункта Тернов. Вы видите на карте, они вклинились немного в нашу оборону, продвинувшись на несколько сотен метров вглубь. Далее были остановлены и сейчас идут мероприятия по стабилизации линии фронта. Далее у нас идет с вами Бахмутское направление. И здесь мы наблюдаем, несмотря на ожесточенность атак, все равно мы наблюдаем снижение боевой активности. Всего трижды враг пытался атаковать наши позиции. В основном бои шли в районе Богдановки, Клещиевки и в районах восточнее Часового Яра. Понятно, что будет основная цель Часов Яр и мы уже готовимся защищать этот город. Есть радиоперехваты, где враг в своих переговорах говорит, что возможно будет кратное увеличение численности. То есть подтянут они резервы и будут пытаться штурмовать Часов Яр. То есть будут попытаться повторить такую же операцию, как происходило в Авдеевке. То есть будет массированное применение авиации и артиллерии. И дальше просто столпотворение будет применяться пехота, столпотворение пехоты. Я бы так даже сказал. Потому что они планируют тоже здесь создать максимальную плотность боевых порядков. Для того, чтобы добиться успеха в плане захвата Часового Яра. Но мы постараемся не допустить этого. Им еще надо дойти. До Часового Яра еще идти и идти. Еще километры полей, которые надо преодолеть. Судя по тому, что они уже столько топчутся на одном и том же месте. И продвижение их составляет буквально несколько сотен метров в неделю. То до Часового Яра они будут идти еще полгода как минимум. С такими темпами. Хотя мы понимаем, что фронт, война это такое действие, где события могут меняться. Или обстановка может меняться как быстро, так и очень медленно. Но на пока так они не могут продвинуться. И атакующие действия они немного сбавили. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления. Тут враг активизировался. Это усиливает давление. До 20 атак за прошедшие сутки было предпринято со стороны врага. В основном атаковались наши позиции в районе населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькая, Первомайская и Невельская. В Бердичах и Орловке продолжаются особо ожесточенные бои. Где варшисты вводят в бой свежие силы, чтобы занять основную часть населенных пунктов. Ну вот это та методика, которую они применяли в Авдеевке, когда они строят в несколько эшелонов боевой порядок. И вот эти волны атакующих начинают вступать в бой с нашими войсками. И как только, представьте какой цинизм со стороны рашистских командиров. Как только первая волна атаки захлебывается, то есть мы отбиваем ее и положили большую часть личного состава, тут же они посылают в бой вторую. Как вторая захлебывается, они отправляют третью. И так вот это может длиться до тех пор, пока не будет израсходован весь личный состав того подразделения, которое назначено на атаку на этих позициях. Кстати, сегодня в военно-политической обстановке я вам расскажу, там, наверное это будет вишенка на торте. Я вам расскажу о перехвате, какое распоряжение спустило командование группы войск Днепр, это достославный рашистский генерал Теплинский. Какое он спустил распоряжение для войск до окончания выборов президента России. Вы ужаснетесь, что делают рашистские командиры со своим личным составом. Так что здесь вот в районе Бердича-Харловки идут очень ожесточенные бои и враг пытается, но ничего не получил. 20 атак, все 20 атак были отбиты. Линия фронта, несмотря на ожесточенность боев, остается без изменений. Враг несет потери, очень большие потери, при этом продолжает атаковать, но и каждый раз откатываясь на исходные рубежи, вводя в бой свежие силы. Кстати, я говорю, что на Авдеевском направлении, по данным разведки, данным нашего генштаба, они потеряли до 30% той группировки, которая была. Она оценивалась там в 170 тысяч, сейчас она оценивается где-то в 110 тысяч. То есть даже больше, чем 30% личного состава потеряно, уже потеряно. И они продолжают в таком же темпе, не считаясь с потерями, пытаться давить на нашу оборону. Далее идет у нас Новопавловское направление. Здесь подразделение силы обороны Украины продолжает сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы. Тут больше боевая активность врага. Это, ну, как мы и говорили с вами, скорее всего это направление главного удара. 29 атак на Новопавловском направлении предпринято противникам за прошедшие сутки. Враг проводит сериями, вот так как я вам рассказывал, серия массированных атак у Георгиевки такое было в прошедшие сутки. И в самом селе, в самой Георгиевке, возле нее и в самом селе. А также в Новомихайловке. В последней преуспевает и пытается развить это наступление, не считаясь ни с какими потерями. Они имеют частичный успех в самой Новомихайловке. И сейчас трудно сказать, где проходит линия фронта. Там идут ожесточенные бои. Но они вот подвозят личный состав, выбрасывают его в эти разрушенные, в разрушенные, как бы, или каменное поле, в руины. При этом заставляя их продвигаться вперед, закрепляться. Где там закрепляться непонятно. Они прячутся за камни. На них идет практически охота с нашей стороны. Потому что мы их сидим более-менее укрепленные. Ну, пока, конечно же, эти позиции не разрушит авиация или артиллерия вражеская. Но, тем не менее, с артиллерией мы сейчас более-менее боремся. У нас контрбатарейка работает. Боеприпасы уже есть. Лимиты уже потихонечку увеличиваются на расход боеприпасов. Но, а вот с авиацией пока у нас проблема. Они продолжают наносить авиационные удары. И вот на этих направлениях, на Авдеевском и на Новопавловском направлении, так как они самые горячие, и они считают, ну, скорее всего, они их выбрали как направление главного удара, Новопавловское, направление второго удара, это Авдеевское направление, тут применяются наиболее мощные авиабомбы, тысячу и полторы тысячи килограмм. То есть, самого большого калибра. Тем не менее, оборона держится. Наши войска ценой своего героизма удерживают оборону, и враг, неся потери, остается топтаться на месте. Я не беру частичный успех в самой Новом Михайловке, потому что сейчас определить линию фронта, еще раз повторюсь, практически невозможно. По итогам, допустим, сегодняшнего, завтрашнего дня, посмотрим, удалось ли им закрепиться там на тех кварталах, которые там, или на тех руинах домов, на которые они попытались зайти. Далее у нас идет Ореховское направление, и здесь противник тоже ведет атакующие действия, тоже довольно активно пытается атаковать, несмотря на малое количество атак, всего 7 было их в течение суток, но тем не менее, в районе Старомайорского, западнее Вербового и в районе Работина. Продолжается эта эпопея с Работина, высадка, прорыв бронегруппы, высадка десанта, и, ну, смысл, они там бродят среди этих руин, наши начинают на них охоту, и точно так же все заканчивается тем, что мы жгем эту бронетехнику, и жгем этот десант, который там высажен. Кстати, там воюет воздушно-десантная дивизия, в районе Работина, и там, ну, уже трудно ее назвать, наверное, дивизией ВДВ, она только номинально так числится, потому как личный состав, там, наверное, уже второй, если не третий комплект. То есть, ни кадровых десантников там, если и осталось, то очень-очень маленький процент. Но, тем не менее, они все равно продолжают пытаться захватить или закрепиться вот в этом Работине. Пока ничего у них не получается. Ну, и остается у нас зона ответственности, это оперативно-стратегическая группа войск Одесса. Это херсонское направление. Здесь расистские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдарма на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки расистские захватчики здесь совершили два безуспешных штурма наших позиций, ни один из которых не увенчался успехом. Плацдарм продолжает сражаться, продолжает обороняться, продолжает наращивать свои боевые потенциалы. Поэтому, а враг продолжает нести колоссальные потери и откатываться, постоянно откатываться на исходные рубежи. Также надо отметить здесь активную работу нашей артиллерии и наших операторов-дронов. Подразделения аэроразведки и вот этих сил, они проводят здесь довольно активную работу и очень эффективную по уничтожению как бронетехники, так и личного состава врага. Как вывод по всей обстановке по линии фронта можно сделать следующий. Как и было известно, враг концентрирует главные силы в направлении Покровска-Курахова. Это вот как раз на Новопавловска-Ардеевское направление. Поставленные сроки задачи провалены в очередной раз. Ну, помните, да, сначала там разные сроки уже, я уже сбился, сколько раз они переносили дедлайн захвата Донецкой и Луганской области в административных границах. Очередной дедлайн был выборы. Понятно, к 17 числу никто, никаких областей в административных границах расисты не захватят. Соответственно, следующий дедлайн это инаугурация нового старого президента России или человека на него похожего. Далее, и это несмотря на то, что Авдеевку им все-таки, к сожалению, захватить удалось. В дальнейшем они пытаются, сейчас они пытаются исправить ситуацию, поэтому такая ожесточенность боев на Абдеевском, на Павловском направлении. Там есть несколько речек, которые они хотят перейти и закрепиться хотя бы на них. В целом, ситуация за последние недели для нас улучшилась и стабилизировалась. Если сравнивать линию фронта, допустим, с началом февраля, с первой половиной февраля, когда мы, к сожалению, пятились назад, пытаясь нанести врагу максимальные потери, то сегодня можно сказать, что линия фронта за март месяц практически стабилизировалась. Да, еще враг продолжает сохранять, но сейчас вы узнаете, сегодня один из таких небольших секретов, кровавых секретов рашистского командования. Почему они продолжают сохранять наступательную активность. Далее, на оккупированных территориях здесь начался массовый морг лаборантов, принимающих участие в организации псевдовыбора. Помните, как перед началом проведения, точнее, перед проведением этого плебисцида в виде так называемого референдума на оккупированных территориях о присоединении к Рашистской Федерации тоже был падеж и падеж коллаборантов, которые там принимали участие в избиркомах, в комиссиях, составляли списки, готовили бюллетени, там и штабы горели и подрывались, и дроны прилетали в избиркомы, в эти комиссии избирательные, и там много-много-много других было сюрпризов. Так вот, сейчас история повторяется. Повторяется она таким, по данным ФСБ и полиции, временно оккупированных территориях, на временно оккупированных территориях, включая Мелитополь, прокатилась волна убийств организаторов процесса фейковых выборов. Об этом сообщает местный телеграм-канал. То есть, это информация на основании их официальных данных, тех вот этой псевдополиции, которую они там пытаются создать, и сотрудников ФСБ, которые работают, или подразделения ФСБ, которые работают на оккупированных территориях. Да, и там уже зафиксировано несколько случаев. Самый распространенный способ – это отравление, когда заказывают пищу, и она оказывается отравленной. Плюс, есть еще подрывы, тоже несколько случаев, но и, причем ФСБ уже даже там разводит руками, потому что, как жаловался один из представителей ФСБ, там местным средством массовой информации, что никакие уговоры не помогают, что не заказывайте пищу на вынос из кафе и ресторанов. Ну, а мы скажем, заказывайте приятного аппетита, если эта пища та, о которой мы думаем, и от которой эти коллаборанты потом погибают. Далее, на полигоне в так называемый ЛНР, кстати, вот до сих пор, видите, они так и не могут определиться, у них там разброд и шатание в организационном плане, потому что сначала вроде бы как ЛНР и ДНР Российская Федерация признала, начала даже специальную военную операцию, якобы по спасению жителей этих двух квази-государств. Потом провели референдум, Россия даже переписала свою конституцию, и до сих пор они используют эту аббревиатуру. Видимо, местные бонзы, используя войну, не хотят лишиться того бюджета или бюджетных денег, которые заливает туда Рашистская Федерация, для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность там вот этих организмов. Поэтому аббревиатура ЛНР до сих пор используется. Так вот, на полигоне в районе населенного пункта Трехизбенка, там был полигон, всегда он там был, еще при Советском Союзе, прилетели, очень интересный момент, прилетели ракеты неизвестного типа, точнее, неустановленные ракеты, три штуки, по информации, три неустановленные ракеты вчера прилетели по военному полигону в районе этого населенного пункта, Трехизбенка. В результате удара, по меньшей мере, 10 оккупантов отправились на, как у нас иногда называют, на концерт к Абзону. То есть, были уничтожены. Общее количество раненых и погибших неизвестно, то есть, там идет подсчет. Предполагается, что это была школа операторов дронов. Предполагается. Пока более точной информации нет, но, тем не менее, три ракеты неустановленного типа прилетели и ликвидировали вот этот курс подготовки, или школу подготовки операторов-беспилотников. Далее. За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава и техники врага. Также противовоздушная оборона Украины уничтожила одну ракету. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава и техники противника. А в общем, за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях враг понес следующие потери. В личном составе 970 рашистских оккупантов уничтожено за сутки. В технике и вооружении в танках 5 единиц, в боевых бронированных машинах 17 единиц, в артиллерийских системах 11 единиц, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в дронах оперативно-тактического уровня 15 единиц, крылатая ракета 1 единица, автомобильной техники 27 единиц и специальной техники 9 единиц. Вот такие потери понес враг на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Олешек до Сватова. Единственное, что здесь мы не учитываем здесь мы не учитываем потери, которые сегодня наносят рашистской армии российские освободительные силы на территории Курской и Белгородской народных республик. Так уже во многих средствах массовой информации и в социальных сетях очень много используется именно эта аббревиатура Курская и Белгородские народные республики. Так как я и говорил, зеркально то, что Путин вытворял в 2014 году в Украине, теперь это аукнулось в Рашистской Федерации в 2024 году. Не прошло и 10 лет. Палка ударила обратным концом, вторым концом. Далее тут мы с вами поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. И начнем с приятных новостей. Послы Европейского Союза дали разрешение на выделение 5 миллиардов евро. Это дополнительные средства. Они не входили ранее ни в какой пакет. Это дополнительные 5 миллиардов евро на закупку оружия для Украины. То есть об этом сообщает радио «Свобода». Я скажу так, что как и предполагалось, Европа будет брать на себя ответственность и вот эту тяжесть по снабжению наших сил обороны техникой и вооружением. Они прекрасно понимают. И очень много заявлений звучит о том, что надо помочь, надо дать столько оружия, сколько надо. И вот, пожалуйста, 5 миллиардов. Это даже больше, чем та заначка, которую распечатал Джо Байден, в конце концов, 4,2 миллиарда ПДА, которые остались по программе ПДА, не израсходованные с прошлого года. Так что я думаю, что в ближайшее время Европейский Союз будет рассматривать наши заявки и заключать контракты на поставку вооружения. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы начнем выравнивать эту ситуацию по технике и вооружению, ну, по боеприпасам уже выровняли. Кстати, есть уже даже сроки, что в июне месяце. Я считаю, что это, в принципе, оптимистичный срок, потому что сейчас мы имеем только как бы политическое решение стран, 18 стран Европейского Союза о выделении средств на закупку этих 800 тысяч боеприпасов. А теперь представьте, что надо их саккумулировать на отдельном счете. собрать общую сумму, надо заключить контракт с правообладателем на эти снаряды, перечислить деньги и организовать перевозку этих боеприпасов. Вот так что я думаю, что июнь месяц это очень хороший оптимистичный срок появления этих снарядов на линии фронта в Украине. А сейчас вот я напомню, что у нас есть своя закупка, ну по разным источникам, там до 300 тысяч боеприпасов закупила, мы закупили. Есть 170 тысяч боеприпасов, которые дает нам Евросоюз, сейчас и сегодня, они идут уже в Украину. И Соединенные Штаты, вот этот пакет на 300 миллионов долларов, который включает, малый пакет, который как правило включает в себя в основном боеприпасы. Здесь тоже сроки доставки очень короткие, потому что плечо подвоза, точнее срок подвоза очень малый. Это авиация. Это скорее всего будет авиация перебрасываться со складов Соединенных Штатов Америки. Кстати, ну и все ситуации, я думаю, Соединенным Штатам надо уже задуматься, чтобы в плане того, чтобы не отстать или не выпасть из этой обоймы стран, участников, участниц, стран-коалиции поддержки Украины. Вот так будет правильно сказать. Кстати, 16 марта Рамштайн очередной, я думаю, что именно там и будут решаться эти вопросы. Возможно, мы после Рамштайна еще услышим о большом пакете помощи, либо это будет от Европейского Союза в рамках этих 5 миллиардов, либо это будет от Соединенных Штатов в рамках уже там 3,9 миллиарда. 4,2 минус 300 миллионов, 3,9 миллиарда, которые остались в распоряжении президента Соединенных Штатов. Бундестаг вновь не поддержал поставку ракет Таурус Украине. Ну, видите, большинство депутатов проголосовали против проекта резолюции оппозиционного блока ХДС-ХСС. Накануне против поставок этих ракет на заседание Бундестага в очередной раз высказался канцлер Олаф Шольц. По мнению главы правительства, поставки крылатых ракет большой дальности сделают ФРГ участником войны. Ну, видите, дебаты продолжаются. Может быть вариант, я так понимаю, что основным, наверное, останется вариант Мена. То есть, Германия-Великобритания, Великобритания-Украина. Как это будет происходить? Кому какие ракеты? Будет ли у нас Таурус через Великобританию или это будет Штормшедов британский? Сказать пока что очень трудно. Но посмотрим. Видите, дебаты продолжаются. Далее, разведка Соединенных Штатов сообщает о том, что, ну, вычисляют они. Нельзя шило утаить в мешке. Китай оказывает России экономическую помощь для ведения войны в Украине. В отчете американской разведки четко говорится об экономической помощи России со стороны Китая и росте торговли между Китаем и Россией с начала войны в Украине. В частности, с 2022 года более чем в три раза увеличился экспорт китайских товаров, которые могут быть использованы в военных целях. То есть, Китай не дает напрямую вооружение, но поставляет товары двойного назначения, которые дают возможность российскому ВПК производить вооружение для ведения боевых действий, для ведения войны в Украине. Ну, я думаю, раз американская разведка об этом открыто уже сообщила в открытых средствах массовой информации, то, я думаю, дальше соответствующие органы начиная от правительства Соединенных Штатов, заканчивая там АНБ, возможно, или финразведкой Министерства финансов США, будут искать рычаги влияния на Китай, тем более, что у него сейчас не самое лучшее положение в экономике на сегодняшний день. Далее, главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сделал еще одно заявление, он довольно редко, но очень метко делает заявление, и они, кстати, потом начинают притворяться в жизнь. Так вот, Жозеп Боррель сказал, что Россия является угрозой нашему миру и безопасности. Также дипломат добавил, что уже два года происходит нарушение международного права со стороны постоянного члена Совбеза ООН, имелась в виду Российская Федерация. Кстати, парадоксально, ООН проводит конференцию на базе Совета Безопасности, проводит конференцию по разрешению вооруженных конфликтов в мире, то есть по проблемам войны и мира. И там включается по видеосвязи, включается представитель Российской Федерации, я так понимаю, что лицо, скорее всего, аккредитованное, какая-то, к сожалению, не названа его фамилия, ни должность не названа, но судя по тому, что его включили в эту конференцию, дали ему возможность выступить, это не рядовой россиянин. Так вот, он включается в эту конференцию и начинает рассказывать всем ее слушателям, а там на базе Совбеза ООН она проводится, участники этой конференции, начинает рассказывать, что в России есть ядерное оружие, что Российская Федерация готова весь мир сжечь, разрушить любые города, страны, в которых находятся эти города, выступающие против Российской Федерации, они готовы разрушить ядерным оружием. То есть, представляете, какого человека сознания, он даже не задумывается о том, что такое массовое применение ядерного оружия, такой мощности, это будет апокалипсис для большей части человечества. Я уже не беру самый пессимистичный сценарий, что Земля сгорит в горниле ядерного угара. А они говорят, а мы вас сожгем ядерным оружием. То есть, то, что радиоактивное облако будут блуждать по всей планете, радиоактивные осадки, то, что теневая туча, это же теория ядерной войны, что в результате массированных ядерных ударов поднимется большое количество пепла и дыма в верхние слои атмосферы и будет оседать годами, что приведет к эффекту ядерной зимы, так называемой, в районах ее применения. То есть, это не пугает. Как в беспредальнице, так не доставайся же ты никому. И да, он сказал открытым текстом, этот представитель Российской Федерации на этой конференции, он сказал открытым текстом, что Россия никогда не примет западный образ мироустройства. То есть, демократия для России, демократический образ мироустройства для России просто неприемлем. Просто неприемлем. И они готовы за это сжечь любой город, который выступит против того миропорядка или против Российской Федерации. Вот такая вот на сегодняшний день, вот такое вот заявление. Такая контакт прошла успешно конференция. Члены конференции внимательно выслужили эту позицию. Ну, видно, еще раз говорю, очень жаль, что ООН побоялась назвать фамилию и должность этого человека. Очень бы хотелось узнать, потому что тогда бы мы понимали уровень. Ну, судя по тому, что конференция, конференция на базе Совета Безопасности, еще раз повторюсь, чиновник должен быть высшего ранга или ученый, довольно известный и дипломированный. Вот русский шовинизм в его чистейшем проявлении. Далее, Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы ТикТок на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщила СНН. Законопроект поддержала 352 члена Палаты представителей против 65, среди которых 15 республиканцев и 50 демократов. Официальной причиной намерения блокировки является обвинение ТикТок в незаконном сборе персональных данных американских граждан. Ну, это приложение китайское. И они, видимо, посчитали, что это несет вгрозу национальной безопасности, поэтому решили его заморозить и заблокировать на территории США. Кстати, это, скажу так, что есть информация, в конце марта Российская Федерация будет проводить очередные учения по блокировке YouTube и социальных сетей американского происхождения. Причем данные говорят о том, что предыдущие попытки заблокировать учтены ошибки, и в этот раз должно все получиться по блокировке. Если учения пройдут успешно, значит в ближайшее время такие приложения, как YouTube будут в России заблокированы. И даже VPN не даст возможности смотреть и просматривать ролики YouTube. Так что, вот, не только, видите, в США с TikTok борются, в Российской Федерации борются с YouTube. И, возможно, другими социальными сетями, там, еще раз говорю, американского происхождения. Далее, блокаду украинской границы, украинско-польской границы прекратят через несколько недель. Об этом заявил председатель комитета Сейма Польши. По словам Павла Коваля, это глава, это председатель комитета, протесты фермеров касаются фундаментальной проблемы, не имеющей прямого отношения к Украине. В истории ЕС уже были сотни подобных кризисов, и они решались. И, кстати, он высказал, да, удивление, что почему именно блокируют границу с Украиной. Хотя, по идее, надо было блокировать границу, там, с Германией, с Бельгией, ну, во всяком случае, с теми странами. Потому что это проблема внутренняя Европейского Союза по распределению квот на ввоз продуктов, агропродукции других стран из-за пределов Европейского Союза. Кстати, Польша, я так понимаю, что Польша активизировалась сейчас в плане решения проблемы вот этой блокировки границы, фермеров, ну, кстати, фермеры пригрозили, что они через 6 дней, 20 марта, они готовы заблокировать всю страну. Поэтому, видимо, правительство начало чесаться, с одной стороны. А с другой стороны, наши журналисты начали проводить расследования, и, оказывается, вагоны РЖД курсируют в Польшу и обратно. И везут там целую кучу товара. То есть, торговля Польши с Рашистской Федерацией через Белоруссию, и с Белоруссией в том числе, не стесняясь, даже не меняют вагоны ничего, на вагонах написаны РЖД и российские железные дороги, и они прут в Польшу полным ходом из Белоруссии. Наши журналисты снимали сюжет, их задержала не полиция, их задержали польские спецслужбы, для того, чтобы воспретить распространение этой информации. Ну, отобрали все, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки, там и тогда, флешки. Ну, я надеюсь, что интернет силы, этот самый, как его, сила интернета будет проявиться, и мы все эти, хотя бы отрывки этих видеосюжетов, мы в скором времени увидим в социальных сетях и других средствах, интернет-средствах массовой информации. Вот такая вот, вот такая ситуация на границе. Ну, и несколько, несколько сообщений о, из-за поребрика, что там на России происходит. А на России происходит следующее. За два дня украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы на России, что привело к повреждению 12% мощностей по переработке нефти. Об этом сообщает Bloomberg. Видите, как западная разведка уже быстренько все подсчитала. И, соответственно, падение 12% мощности. Это падение производства на 12%. Я не знаю, сколько запасов. Экономисты, я думаю, оценят, сколько там в емкостях еще топлива осталось. Плюс, вы же не забывайте еще потребность армии. Ежедневная полумиллионная группировка только в Украине находится. Почти полумиллионная. Что там, 460-470 тысяч. И по всей Российской Федерации тоже же надо армию снабжать и заправлять. Перевозить боеприпасы, технику, вооружение, сохранение снимать и так далее. Это все топливо. Так что, посмотрим. Но, я же понимаю, что в тоталитарном государстве в первую очередь будет резать что? Рынок, потребительский рынок. То есть, заправочные станции розницу будут сокращать. Вполне возможно, что в ближайшее время могут возникнуть. Причем, вот эти же мощности, они 12%, которые, они же завтра не включатся. Там именно производственные цепочки повреждены. Там заводы останавливаются на ремонт. А некоторых заводов ремонт может занять длительное время, потому как станки и вот эти там элементы производственной цепочки были куплены за границей. Нету импортозамещений. Нельзя взять и поменять эту колонну химическую на НПЗ с, допустим, европейского производства на российское производство. Потому что Россия их не производит. А у Китая выпрашивать в очередной раз тоже сможет Китай поставить. И когда, и за какие деньги. Кстати, Китай заламывает цены по всем параметрам, которые поставляет в Рашистскую Федерацию. И Рашистской Федерации некуда деваться, они платят те деньги, которые заявляются в контрактах. Ну а теперь вишенка на торте. Вчера командиром подразделения оккупационных войск на временно оккупированной территории Херсонской области и Запорожской областей было отдано указание от высшего командования группировки войск Днепр, которое требует любой ценой продолжать наступательные действия в своих зонах ответственности, даже в условиях нецелесообразности с военной точки зрения. То есть представляете, да? Отмечается, что данное указание инициировано большими головами, то есть это пришло с Кремля. В Кремле с целью создания хорошей предвыборной картинки для электората приказали атаковать наши позиции. Надо, не надо, есть возможность, нет возможности, атаки должны происходить, дабы чего плохого не случилось. Очередное подтверждение того, что Путин для достижения собственных военно-политических амбиций не считается с потерями. Ну, убьют на тысячу больше или на две тысячи больше. Какие проблемы? Сейчас вот эти псевдовыборы пройдут и многие склоняются политологи и военные эксперты. Я думаю, что Россия там не обойдется без того, что Путин объявит мобилизацию. Как это будет выглядеть? Ставая страна огромная, то есть всеобщая, тотальная, либо это будет очередная волна в 300-500 тысяч, трудно сказать, но ориентировочно минимальное число, которое надо сегодня набирать, это 300 тысяч человек. А если с учетом того, что армию надо довести до полутора миллионов, как согласно последних указов Путина, она и должна иметь численность и изменений в закон о вооруженных силах Рашистской Федерации, то тогда надо как минимум полмиллиона призывать, как минимум, для того, чтобы это все укомплектовать. Ну, посмотрим. Так что вот так вот, приказ атаковать, независимо от военной целесообразности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok